Приветствую коллеги, ассалам алейкум, мир дому вашему. Мы начинаем сегодняшний мастер-класс, который посвящен тому, как установить, развернуть свой личный WireGuard VPN сервер на базе Linux. Таким образом, сегодня наш мастер-класс посвящен безопасности. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Константин Герасименко, я сертифицированный инструктор Академии ЦИСКО и Linux Professional Institute, кандидат технических наук по специальности информационные технологии. Ну а здесь я представляю университет СИДИКОМ, где мы помогаем студентам начать IT-карьеру, IT-специалистам повысить свою квалификацию, повысить свою экспертность и зарабатывать больше, а компаниям найти высококвалифицированные кадры. Ну и вот как раз сегодня мы повышаем вашу квалификацию. Собственно, коллеги, мастер-классы – это новый формат обучения, основанный на принципе Learning by Doing – обучение на практике, ну или практическое обучение. Собственно, коллеги, я делаю, показываю вам все, да, а ваша задача за мной – все повторить. Ну и как результат вы получите вот ту самую квалификацию, навыки, знания и так дальше. Ну а дальше эти знания можно продать работодателю, потому что сейчас специалисты по кибербезопасности нужны как никогда раньше. Итак, давайте начинать. Собственно, начнем мы с теории, почему важно защищать ваши данные. Собственно, коллеги, все наши устройства, вот у меня ноутбук, телефон, все это подключается к интернету и данные передаются по сети, по публичной сети. Соответственно, любой хакер, любой лох может легко перехватить ваши данные. Ну и как результат украсть у вас что-нибудь, вот, или там кредитные, номера кредитных карточек, или логины, пароли и так дальше. Поэтому за вашими данными охотятся все, все, кому не лень, начиная от провайдеров, заканчивая хакерами и спецслужбами. Поэтому важно защищаться, важно использовать шифрование. И вот возникает вопрос, как же, что это за технология, которая использует шифрование при передаче данных? Эта технология называется VPN, Virtual Private Network. Собственно, строится между компьютером и сервером, где-то там в интернете, да, строится туннель, туннель, и все данные шифруются и передаются в зашифрованном виде по этому туннелю. Ну и как результат, если хакер перехватит ваши данные, то он в них ничего не поймет, потому что абсолютно все будет зашифровано. Что важно, коллеги, то, что технологии VPN, ну и вообще шифрование появилось достаточно давно. Давно, да, то есть это перед царей Горехе еще было шифрование. Но как результат, эти все алгоритмы шифрования, они не очень оптимизированы для современных устройств. Ну, например, если вы возьмете SWAN IPSEC, да, сколько ему там, лет 30, наверное. Если вы возьмете OpenSSL, алгоритмы шифрования, там лет 50 этому OpenSSL. Как результат, эти алгоритмы никто не переписывал для современных операционных систем, для современных процессоров. Вот сейчас почти все мобильные телефоны перешли на 64-битный Android. Вот Windows у меня тоже 64-бита, да, то есть никто это не оптимизирует. И как результат, все эти OpenVPN, IPSEC, все это медленно работает, понимаете, медленно. Вот, и больше там 2, 3, 5, 15 мегабит получить очень-очень тяжело. Как результат, возникает вопрос, на какой алгоритм переходить, какой VPN использовать для того, чтобы данные передавались быстро и хорошо были зашифрованы и защищены. Ну и вот здесь вот появляется WireGuard VPN. Собственно, ребята с WireGuard VPN используют современные алгоритмы шифрования, такие как Noise Protocol Framework, QV25512, ChaCha20, Poly1305, Blake2, SIPHash24 и HKDF. Собственно, это современные алгоритмы. К чему это дело все привело? К тому, что Linux Torvalds попробовал на себе, как говорится, WireGuard VPN и принял решение включить в ядро Linux WireGuard VPN. Как результат, эти алгоритмы, эти технологии сейчас доступны на всех современных устройствах. Почему? Да потому что Linux везде. Android это Linux, да, вот везде. Сервера все на Linux, на маршрутизаторах. Вот, кстати, Zyxel, Kinect маршрутизаторы, да, там тоже Linux и там WireGuard прям встроенный в коробку, да. Дальше, новые микроотики, роутеры с 7 версии, там тоже WireGuard появился. Поэтому, коллеги, нужно использовать современные алгоритмы, современные технологии для шифрования ваших данных. Ну и как результат, все будет защищено и, как говорится, будет все здорово. Поэтому, учитесь пользоваться всеми этими технологиями и защищайте ваши данные. Не только личные, а еще корпоративные данные. Ведь вы можете, имея эти знания, эти технологии, вы можете устроиться на работу и, собственно, защищать уже данные компании. Поэтому, коллеги, нужно учиться, развиваться и, как результат, превращать свои умения, знания и навыки в деньги, да. То есть, нужно повышать свою квалификацию для того, чтобы нормально зарабатывать. Поехали дальше. Значит, следующий этап, коллеги, это статья в нашем блоге. Собственно, ссылка на нее есть под этим видео. И я продублирую вам в чат обязательно все это дело. Собственно, это текстовая версия сегодняшнего мастер-класса. Соответственно, с видео не очень удобно там команды копировать. Ничего не видно, плохой интернет и так дальше. Поэтому есть статья, где вы просто можете взять, сделать Ctrl-C, Ctrl-V и, как говорится, повторить все это дело так, чтобы у вас все получилось. Итак, поехали. Что нам нужно для того, чтобы развернуть свой личный, собственный WireGuard VPN сервер? Для этого нам нужен сам сервер. Собственно, вот он у меня уже есть. Давайте посмотрим, что это за сервер. Так, CAT, ETK, LSB-релиз. Смотрим, это у меня Ubuntu 20.04. Вы можете использовать любую современную операционную систему. Все это дело поддерживается. Как я уже сказал, Linus Torvalds включил WireGuard прямо в ядро Linux. Дальше давайте больше, более детально характеристики. LS CPU. Значит, что это такое у меня за сервер? Значит, здесь у меня два ядра, два ядра. Дальше Free-M. У меня здесь 4 гигабайта оперативной памяти. Вот такой вот, собственно, сервер. Ну, и я на нем разверну WireGuard VPN. Поехали дальше. Значит, для разворачивания всего этого дела я буду использовать готовый скрипт для инсталляции. Соответственно, мы этот скрипт запустим и у нас все установится. Собственно, сам скрипт постится на GitHub. Вот, собственно, здесь ребята это дело постят сюда. И, как бы, я буду использовать готовые решения. Зачем мучиться, когда можно, как говорится, не мучиться. Итак, копируем, копируем, значит, путь к скрипту. Скачиваем его. Дальше, следующий этап. Можно посмотреть, что это за скрипт, да, чтобы никто не говорил, вдруг там что-то сложное, что-то опасное, вдруг что-то там покоцает систему. Вот, собственно, есть ссылки все необходимые. И вы можете, в принципе, пролистать и посмотреть, что тут, вот что тут, да. Вот какие операционные системы поддерживаются. Вот, пожалуйста, Fedora, Sentai, Oracle, Linux, Arch Linux, Debian, всякие Ubuntu, ну и так дальше, да. То есть, ну и, в принципе, здесь все видно, что используется, да. В принципе, ничего здесь такого опасного и сложного нет. Следующий этап, коллеги, это необходимо назначить права доступа на этот скрипт, чтобы его можно было запустить. Для этого мы пишем чмод плюс x, плюс x и, собственно, здесь мы делаем вот, ой, 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 так, здесь пробел лишний. Вот так вот, да. Значит, дальше, следующий этап, коллеги, нужно посмотреть, какие IP-адреса, какие интерфейсы на вашем сервере для того, чтобы ориентироваться в этом всем деле. Значит, вводим команду IP-адрес и видим, что у меня к интернету подключен сетевой адаптер ETH0, ETH0 и, собственно, на нем есть вот такие вот, собственно, параметры. IP-адрес 157-230-118-100 ровно, IP-V6-адрес 2A-03-B-0-C-0-3-D-0-2-0-1-7-4-4-4-0-0-1. Пожалуйста, эти данные вам пригодятся дальше, поэтому, пожалуйста, их запомните. Следующий этап, запускаем скрипт. Запускаем скрипт вот таким вот образом, нажимаем Enter. Ну и здесь необходимо ответить на вопросы. Вопросов на самом деле немного, но если вы на них ответите, то все будет, как говорится, у вас хорошо. Итак, укажите публичный IP-V6-адрес. Мы его берем из прошлой команды 157-230-118-100 ровно. Правильно? Правильно. Дальше. Выходной интерфейс, публичный интерфейс, который смотрит в сеть интернет ETH0. Следующий этап, укажите имя интерфейса, который будет использоваться в AirGuard. Пускай будет по умолчанию WG0. Укажите внутренний IP-адрес внутри туннеля. То есть, еще раз, у нас есть IP-адреса между моим компьютером и сервером. Да, это вот публичный IP-адреса, но между этими компьютером и сервером строится туннель. И внутри туннеля тоже должны быть IP-адреса. Здесь вы можете поменять, в принципе, но меня все устраивает. Поэтому я нажимаю Enter. Дальше. IPv6-адрес. Опять-таки, внутри туннеля. Оставляю по умолчанию, нажимаю Enter. Дальше. Указываем порт, на котором будет работать WireGuard VPN-сервер. По умолчанию, значит, что важно. То, что WireGuard использует на транспортном уровне протокол UDP. Вот. Ну и можно выбрать любой случайный порт. По умолчанию, любой случайный. Да, вот хотите, выбирайте. Я оставлю по умолчанию 52 189. Следующий этап. Нужно указать DNS-сервер, который вы будете использовать. Я укажу 1.1.1. Это Cloudflare. Вот. Ну, а в качестве дополнительного DNS-сервера укажем 8.8.8. Вот, собственно, те вопросы, на которые вам необходимо ответить, для того, чтобы запустилась инсталляция WireGuard VPN-сервера. После этого нажимаем Enter. Ну, и, собственно, начинается вот эта самая инсталляция. Здесь необходимо немножко подождать, чтобы это дело все установилось. Так, ставится, ставится. Прекрасно. Все установилось. Да, коллеги. Вот буквально минутное дело, как говорится. Следующий этап. Необходимо указать имя для клиента. Для файла конфигурации клиента. Значит, важно, что тут важно. То, что максимальное имя, длина 15 символов, поэтому делаем максимально короткие имена. Итак, клиент. Клиент минус 0.1. Пускай будет, да. Значит, нажимаем Enter. Enter. Дальше WireGuard. Скрипт предлагает IP-адрес внутри туннеля для моего клиентского компьютера. Значит, оставляем по умолчанию. Собственно, скрипт сам все высчитывает, какие IP-адреса должны быть. Чтобы там под маски, под шлюзы, все это дело хватало вам. Да, поэтому все здесь просто соглашаемся. То же самое касается и IPv6. Все прекрасно. Значит, сгенерировался файл. Файл, как он выглядит. Вот он, клиент 0.1. WG0, клиент 0.1. Конф. И, собственно, этот файл необходимо скопировать мне на компьютер. Значит, что важно. То, что здесь еще сгенерировался вот такой вот QR-код. Ну, давайте вторым устройством подключим телефон. Ну, а сейчас я хотел бы подключить ноутбук. Итак, что мне надо для того, чтобы на Windows подключить ноутбук? Для этого мне нужно проинсталлировать WireGuard VPN для Windows. Для Windows. Собственно, ссылка под этим видео. Вы можете зайти и скачать. Я, собственно, все скачал и установил. По умолчанию там нажимаете Next, Next, Next и все, как говорится, поставится. Дальше давайте запустим этот самый WireGuard. Вот он у меня такое вот приложение. Значит, так еще раз. Мы его запускаем. Запускаем это приложение. Вот оно, да. Значит, здесь по умолчанию у вас все пусто. И необходимо добавить, добавить эту самую конфигурацию. Как ее добавить? Вот здесь вот внизу, да, добавить туннель. Нажимаем на вот эту маленькую такую стрелочку. И здесь есть добавить пустой туннель. Ctrl-N. Опа. Появляется такое вот окошко. И, собственно, в это окошко нужно вставить конфигурацию. Где ее взять? На сервере для этого мы делаем команду LES. VG клиент 01 CONF. Нажимаем Enter. Ну и вот мы видим, собственно, здесь и ключи шифрования, и пиадреса. Все, что необходимо. Поэтому берем это все дело. Вот так вот просто мышкой выделяем в пути. Ну, а вот сюда Ctrl-A, Ctrl-V вставить. Ну, и после этого нажимаем, а, необходимо ввести название. Ну, давайте введем название клиент. Кли, еще раз клиент 01. Так, нажимаем сохранить. И все, пожалуйста, у меня уже добавилось. Добавилось. Значит, следующий этап. Ну, что, тестируем. Тестируем. Значит, да, все добавилось. Тестируем. Соответственно, здесь я нажимаю подключить. И, собственно, должно быть подключение. Так, прекрасно. Появилось. Вот здесь, вот видите, за мной, за мной, за мной появилась WireGuard. Включен надпись. И, соответственно, VPN заработал. Значит, как понять, что у вас все работает? Вот это попробовать куда-то выйти. Да, значит, я вот открою сайт 2ip.ru. Раньше у меня был локация и местонахождение Украина, Киев. Давайте обновим Ctrl-R. И, соответственно, видим, что у меня IP-адрес изменился. 157, 230, 118, 100 ровно. Да, я нахожусь в Франкфурт, Германия. Таким образом, коллеги, пожалуйста, VPN у меня работает. Ну, и как бы здорово все на самом деле. Да, то есть, все, все, все Arbite. Да, то есть, вот такая вот интересная штука. Статус видим подключен. Значит, ну, давайте я отключусь. Отключусь, да, отключился. Значит, так, что тут? Ага, у меня путь отвалилось. Да, давайте переподключимся. Значит, restart session. Да, коллеги, когда туннель поднимается, то, видите, соединение обрывается. Итак, возникает вопрос. Как подключить теперь мобильный телефон к этому самому WireGuard VPN? Для этого нужно запустить еще раз, еще раз, еще раз, так, еще раз, еще раз этот самый скрипт. Итак, запускаем. Что здесь нужно выбрать? Add new user, да, то есть, первый пункт добавить нового пользователя. Значит, единственный момент, то, что у меня здесь большой шрифт, а чтобы вам было все это дело удобно, то я уменьшу шрифт, чтобы можно было сканировать QR-код. И, соответственно, все это дело автоматически добавилось в телефон. Значит, я уменьшу шрифт до, наверное, 11-го, 11-го. Вот, да, здесь нажимаю еще раз 1. Вот, и что мы видим? Нужно ввести имя. Значит, вводим клиент, клиент 02. Нажимаем, нажимаем Enter. Да, давайте я расширю, наверное, вот это все дело, да. Вот так вот все расширю. Значит, я нажимаю Enter. Здесь по умолчанию IP-адрес оставляем, да. Здесь тоже все по умолчанию. Ну, и вот, пожалуйста, сгенерировался QR-код. Следующий этап. Этот QR-код необходимо считать. Что мне для этого нужно? Для этого мне нужно на телефон установить WireGuard. WireGuard, значит, выглядит эта программа вот таким вот образом. Значит, вы идете в Play Market и находите вот этот самый WireGuard. Вы его себе просто берете и устанавливаете. Дальше запускаем WireGuard. Вот таким вот образом выглядит все это дело. Здесь пусто. Вот, нажимаем внизу, справа внизу на плюсик. И здесь есть сканировать QR-код. Сканировать QR-код. Так, вот, значит, сканировать QR-код. Добавляем, так, нажимаем плюсик. Сканировать QR-код. Вот, открывается камера. Я навожу, навожу на камеру. И система предлагает ввести имя туннеля. Ну, давайте я напишу клиент, клиент минус 0202, да. Нажимаем создать туннель. И, собственно, видите, туннель у меня появился. Дальше нажимаем на ползуночек. Ползуночек. Собственно, туннель становится активным. И возле часиков вверху появляется замочек. То есть, данные все шифруются. Переходим, коллеги, в браузер. Открываем сайт 2ip.ru. Ну и видим, что, собственно, IP-адрес поменялся на 157.230.118.100. Таким образом, получается, что я сейчас нахожусь уже в Германии. Таким образом, коллеги, мы с вами быстро установили современный VPN сервер WireGuard VPN под Linux. Подключили все мои устройства. И ноутбук, и, пожалуйста, телефон. Можно подключить и другие устройства, если у вас там есть. То есть, это все легко вот так подключается. Это быстро работает. То есть, если вы посмотрите, то скорость этого VPN будет достигать и 70 мегабит, и 80. То есть, это современные методы, современные технологии VPN. Поэтому, пожалуйста, повторите все. Если у вас что-то не получается, то, пожалуйста, задавайте вопросы под видео. Я на них с удовольствием отвечу. Что дальше, коллеги? Ну, а дальше я вас приглашаю на обучение. Кибербезопасность. Передовые технологии. Нужно знать, нужно владеть этим, устраиваться на работу и получать нормальную заработную плату. Поэтому приглашаю вас на курс ведения в кибербезопасность. 24 доллара, 6 занятий, 2 недели, где вы познакомитесь с этой сферой. Что важно? То, что кибербезопасность это штука прикладная. То есть, она где-то. Вот, например, в Linux, в сетях. Поэтому нужно знать Linux. Приглашаю вас на курс Linux 0. 2 недели, 6 занятий, где вы изучите 18 команд Linux. Ну, и сможете, вот как я, в принципе, все это дело легко реализовать. Дальше приглашаю вас на курс по сетям. Потому что сейчас абсолютно все сетевое, да, абсолютно все к сети подключается. Начиная от микроволновки, холодильники, вот телевизоры и так дальше. Да, все через интернет. Поэтому приглашаю вас на фундаментальный курс по сетям Cisco CCNA, где вы научитесь легко все это дело настраивать. Ну, и, собственно, программируемые системы, коллеги, DevOps-инженер получает 2,5 тысячи долларов без опыта работы. Поэтому приглашаю вас осваивать программирование. Введение в DevOps, 24 доллара, 10 практических занятий, где вы научитесь программировать, познакомитесь с API-интерфейсами. Вот, и, собственно, научитесь этому делу. Поэтому приходите, будем рады вам помочь с развитием, с трудоустройством и так дальше. Собственно, коллеги, если вам видео было полезным, оцените его лайком, приходите на обучение, будем помогать вам с этим всем делом. На этом все. Мир дому вашему. Ассалам алейкум. Берегите себя своих близких. Несите тяготы друг к другу. До свидания.